По состоянию на 15 июня 2020 года в Одесской области зарегистрировано 1121 случаи коронавирусной болезни, подтвержденный методом ПЦР, из которых 286 человек – это жители города, 835 – жители области. 36 пациентов находятся на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице, 35 – жители города. 4 пациента находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации на кислородной поддержке без ИВЛ – все жители города. У 31 пациента состояние средней тяжести – 30 городских жителей. По возрастному составу от 0 до 6 лет – 1 пациент, от 6 до 12 – 2 пациента, от 18 до 55 лет – 14 пациентов, старше 55 лет – 19 пациентов. Летальных случаев – 9, выздоровевших – 157 человек. Всего на 15 число в инфекционной больнице находится 140 пациентов, из них – 57 пациентов с подозрением на COVID-19. В инфекционной больнице также находятся 3 медработника, одна медсестра облотной клинической больницы в тяжелом состоянии, одна санитарка и одна баклаборант инфекционной больницы в состоянии средней тяжести. Выполнено 3915 быстрых тестов, получено 217 положительных результатов. 85 пациентов с COVID-19 из числа жителей города проходят лечение на дому, находятся на самоизоляции. Проводится регулярное контрольное тестирование всех пациентов. Также забор ПЦР-тестов проводится инфекционной больницей, мобильными бригадами, во всех городских стационарах взрослых и детских и в роддоме номер 2. В городских лечебных учреждениях на стационарном лечении находится 106 пациентов с пневмонией, из них старше 60 лет 12 пациентов. По состоянию на 15-е под наблюдением семейных врачей в центрах первичной медико-санитарной помощи передано 1605 контактных лиц, из которых за прошедшую неделю 92 сняты с изоляции в связи с окончанием карантина. Всего сняты с изоляции 1207 пациентов. Беременные с подозрением на COVID-19 размещаются в роддельном доме номер 2. На сегодняшний день в роддельном доме находится одна пациентка с COVID-19, жительница Болградского района, состояние от тяжелой до средней тяжести. Продолжают работу три городские мобильные бригады, в центре нетрожной помощи для проведения тестирования на дому быстрыми тестами и забора биоматериала для проведения ПЦР-диагностики пациентам, находящихся на амбулаторном лечении и самоизоляции. За весь период бригадами проведено 2149 тестирований на COVID. За последнюю неделю ПЦР-тестов 51, экспресс-тестов 9. Департаментом здравоохранения проводится ежедневный мониторинг состояния здоровья лиц, больных коронавирусной болезни, а также своевременности назначения повторных ПЦР-исследования лиц, находящихся на самоизоляции. Информация о лицах, предоставивших недостоверный адрес проживания, регулярно предоставляется центрами первичной помощи в районные отделения милиции. По данным фактам, Департаментом здравоохранения направлено письмо в Главное управление национальной полицией с просьбой принять меры к лицам, уклоняющихся от самоизоляции, С целью ускорения снятия с учета выздоровеющих больных в Одесский областной лабораторный центр ежедневно предоставляется копия отрицательных результатов, которые своевременно не были внесены в базу данных. То, что касается медицинских работников, по вашему поручению, Геннадий Леонидович, есть информация такая. Всего в Одессе было зафиксировано 63 медицинских работника, которые заболели коронавирусной болезнью. Один умер, 50 выздоровело. В настоящее время 12 больных. Из 12 их больных трое находятся в инфекционной больнице, 9 на самоизоляции. Из тестов по 63 медицинских работникам своевременно в течение первых суток результаты были получены по 6 медицинским работникам, это 10%. По 10 работникам результаты были получены в течение 3 суток, это 16%. По 44 медицинским работникам ответы получены в срок от 3 до 5 суток, это 70%. Трое медицинских работников получили результат только через 10 суток, это 4%. Для всех медработников, которые находились на стационарном лечении, тесты были сделаны в течение 1-2 суток. Остальные сотрудники находились на самоизоляции. То, что касается 10 городской клинической больницы, значит, на текущий период методами ПЦР обследованы все 100% медицинского персонала, которым выполнено более 900 тестов. За весь период вывалили 26 положительных сотрудников, COVID-положительных, 19 из которых уже негативны и признаны выздоровшими. 6 человек, у них положительный статус, но заболевание протекает бессимптомно. С 23 мая вновь выявленных сотрудников с COVID-19 не было. Больница возобновила госпитализацию с 3 числа, которая осуществляется по специальному распорядку работы на время пандемии COVID. Разработаны алгоритмы инфекционного контроля при всех медицинских процессах. Все отделения условно поделены на чистую, буферную и грязную зоны. Ургентные пациенты без статуса COVID-19 помещаются в условно грязную зону и обследуются. Плановая госпитализация осуществляется только по первично негативному тесту COVID-19 методом ПЦР. По состоянию на 13-е шестое в 10-е ГКБ уже прибывает 246 пациентов. Продолжается обеспечение оборудованием городских учреждений здравоохранения как за городской бюджет, так и за средства меценатов. Во второй родивный дом за средства местного бюджета поставлены аппарат ИВЛ «Хамильтон-Ц1», фитальный монитор, насос шприцевой, инфузионный. В городской специализированный дом ребенка номер 1 за средства местного бюджета был поставлен переносной аппарат ИВЛ. В городскую больницу номер 5 поставлены мобильный рентген-система IMAX 100, производство Швейцарии, рентген-трубка, производство Франция, дефибриллятор и электрокардиограф. Поставлены и введены в эксплуатацию два аппарата ИВЛ высокого класса «Диксион-Айрос», городскую больницу 1 и 10, это за средства городского бюджета. За счет меценатов компании «Будова» в детскую клиническую больницу номер 3 были подарены аппарат искусственной вентиляции легких «Хамильтон-Ц6», это самые последние модификации аппарата искусственной вентиляции легких, детская коляска, санитарная сумка для оказания первичной помощи и устройство для подогрева крови и инфизиционных растворов. Вы, Геннадий Денисович, большое внимание уделяете своевременному диагностированию COVID-положительных реакций ПЦР. Со своей стороны, со стороны Министерства здравоохранения были выдвинуты такие, но это не сказать требования, потому что пока они не подтвержены приказом исследования на ИФА-диагностику. Тоже это поможет своевременно выявлять COVID-положительных пациентов, не скажешь, людей. Для чего используется ИФА-диагностика? Для подтверждения диагноза коронавирусной инфекции, для определения напряженности иммунитета, в том числе у групп эпидемического риска, медицинские работники, сотрудники правоохранительных органов, педагоги, работники сферы услуг. Наличие антител позволит выявить тех, кто вообще не сталкивался с вирусом, кто на данный момент переносит заболевание и у кого формируется иммунитет. Относительно иммунологических паспортов на сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения отрицает крайнюю необходимость. Неизвестно, как долго будет держаться титр. Будет ли он вообще защищен от возбудителя, вызывая... То есть на сегодняшний момент возможно вторичное заражение COVID-инфекцией. Во вторник, 16 июня, запланирован старт запуска тестирования ИФА в восьми городских учреждениях города Одессы, которые осуществлены иммуноферментными анализаторами. Всего закуплено 14 880 тестов. Тестами ИФА будут прежде всего тестированы пациенты с признаками COVID-19, лица, которые контактировали с больными, пациенты для плановой госпитализации и операций, медицинские работники, сотрудники национальной гвардии, национальной полиции, пограничники. Также я хочу обратить внимание, что продолжается питание медицинских работников, организованное за счет меценатов. И хочу поблагодарить всех меценатов, которые поддерживают наших медицинских работников в это сложное время, ну и, конечно же, не наденешь вас и всех к этому причастны, потому что это действительно очень важно. Люди устали, люди работают на пределе, особенно такая тяжелая обстановка в инфекционной больнице. Очень много людей поступает туда и тоже с неизвестным статусом, и они проводят очень большую работу. И слава Богу, чтобы не злазить, если даже смотреть на смертность, которая в Одесской области, у нас она, слава Богу, в образе меньше, чем в других областях. Хотя, конечно, тоже 9 человек мы потеряли в городе Одессе.